МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». Почти неделя как муниципальный совет столицы отправил в отставку исполняющего обязанности Кишиневского мэра Руслана Кадряну и его заместителя Нистера Грозаву. И вновь временно у главного города страны временный градоначальник. Очень надеемся, что ситуацию изменят грядущие 20 октября местные выборы. И все же, как сегодня управляется столица и каких ждать перемен? Поговорим с представителями муниципального совета Кишинева. На студии Динария Кожакарова, представитель фракции ПСРМ в Кишиневском муниципальном совете, его заместитель Александр Денцов и муниципальный советник Никита Цурка. Здравствуйте! 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 Итак, муниципальные советники на заседание в четверг 4 июля отправили, будем читать уже наконец-то, в историю вот этого временно исполняющего обязанности столичного мэра. И за соответствующее решение, если я не ошибаюсь, проголосовало 36 ваших коллег. То есть это не подавляющее большинство, но большинство высказало за то, чтобы уже ушел человек в отставку. Как все-таки удалось реализовать эту возможность? Ведь, смотрите, 5 месяцев муниципальный совет обращался к Руслану Кадрянову с предложением провести заседание муниципального совета. 5 месяцев игнорирования. И все-таки состоялось. Если можно поподробнее? Ну, если вы позволите. Значит, как обычно, мы в каждый понедельник делали брифинг. В то же время писали официальную заявку на то, чтобы был создан муниципальный совет, поскольку в муниципалитете собрались очень много, так скажем, вопросов характера именно исполняющего органа. Они не могли даже свои элементарные вещи иногда делать из-за того, что определенные, так скажем, регламенты не приняты. К сожалению, нас игнорировали. Две недели назад, три даже, если я не ошибаюсь, мы создали муниципальный совет, где, мы считаем, и политически, и морально сделали декларацию недоверия к нынешнему вице-примару и к исполняющему примару Кадряну и Грозаву, чтобы они сознано подали в отставку, поскольку, так скажем, у них нет на данный момент поддержки ни муниципального совета, ни общества. Что они не сделали, мы были вынуждены, кстати, тогда у нас не хватало голосов. Если бы хватало голосов именно муниципальных советников, мы бы, может быть, тогда и приняли эту диспозицию и проект дичизи. Но тогда не было определенного номера муниципальных советников. Сейчас, 4 числа, из тех, которые были в зале, у нас только один человек воздержался. Остальные все проголосовали за. Даже один из ППМ так и нам не сказал, что он не может политически голосовать, но он поддерживает наше, так скажем, мнение. Мы сделали даже определенные поправки, поскольку тот проект, который предлагался нашими коллегами, имел определенные юридические минусы. Сделали его так, чтобы мы не проснулись через месяц, через два, что нынешний примар хочет опять на свое кресло и тянется к своему теплому месту, где, так скажем, занимался только пиаром и определенным распилом. Ну, вот накануне снятия неоднократно говорилось, что сменивший Дарина Киртака Руслан Кадриану... Сначала Сильвераду. Сначала Сильвераду. А, сначала Сильвераду, да. Уже, так сказать, она такой срок, видимо, для нас, журналистов, не особо заметный, видимо, занимала. Но, тем не менее, я хочу сказать, что вот эта преемственность, которую мы видели сразу после Дарина Киртака, ну, уже на любой взгляд, что на первое, что на второе, унаследовала все схемы либеральных партий, либеральной партии. И практически мы понимали, что сменившееся руководство, в общем-то, занималось тем, что просто дальше продолжало дело либералов, но уже под крышей другого политформирования. Ну, уже, чего греха таить, это уже демократы крышевали все остальные схемы, которые были начаты еще при Дарине Киртака. Можно ли говорить, что вот уже с этого момента, сначала, с четверга, 4 июля, поставлена точка в этой, ну, так сказать, наследственности червоточенной? Давайте так. Если по исполнению тех черных планов, которые они имели до сих пор, мы действительно можем их приостановить, те, которые известны. Но у нас есть еще сотни, скажем, участков, которые на данный момент сидят и ждут своего момента, чтобы всплыть. Мы сделали на данный момент запросы для того, чтобы нам предоставили абсолютно все кадастральные номера, которые зарегистрированы на зеленых насаждениях, на территории детских площадках, чтобы мы имели чем защищаться. Раз. Два. Мы сделали определенный список уже, который мой коллега подготовил даже поправки к законопроекту. И эти участки мы, так скажем, поставим в особый список, который будет под наблюдением всех, так скажем, органов, которые могут приостановить любую незаконную стройку либо использованию этого участка. Ну, есть, например, у нас объекты, которые можно называть такими болезненными с точки зрения истории Кишинева или отношения кишиневцев к своему родному городу. Кафе Гугуцы, уже ушедший в историю Дворец профсоюзов с его прекрасной мозаикой, которой, мне кажется, судьба уже потеряна. Вот как здесь быть? Что, ну, какие ответы кишиневцы требуют однозначно? Либо, ну, вынести какое-то решение? Может быть, ну, если, например, с кафе Гугуцы там здание стоит, и, возможно, можно вернуть кишиневцам, не знаю, такой арт-объект под названием Гугуца, то Дворец профсоюзов не вернешь. Вот что здесь, вот можно было бы ответить, горожанам? Станислав, ну, с вашего позволения, я хочу обратить внимание кишиневцев на такую вещь. Ну, во-первых, как сказал мой коллега, сейчас остановить все схемы, которые были у ставленника демократической партии, где-то является невозможным. Я сейчас вернусь к Кафе Гугуца. По одной простой причине. Это и закупка питания для детских школ. Мы знаем, как проводились тандыра. Это и закупка краски для покраски, разметки на дорогах. Мы узнаем сейчас, что эта фирма филирована, оказывается, к бывшему управляющему управлению транспорта Гоморецкому. Вот появилась такая информация, мы сейчас ее проверяем. То есть очень многие такие моменты очень подозрительны. Что мы сделали? Суть произошедшего. Суть произошедшего мы отстранили, мы убрали голову дракона, вот верхушку ставленника демократической партии, раз. И следующий этап – это создание нормальных условий для проведения выборов 20 октября, два. После чего, когда люди определяют свою волю на голосование, кто будет генеральным примаром муниципи Кишинева и состав муниципального совета, уже может заниматься полноценной чисткой города. И то, что произошло 4 июля, это не значит, что партия социалистов взяла, потому что нам уже поступают некоторые звонки, что партия социалистов чуть ли не во главе города. Нет, дорогие друзья. Мы отстранили предыдущее руководство от управления города. Формально по закону единственной возможной кандидатуры был секретарь муниципального совета, который, на наш взгляд, кажется более-менее политичным и более-менее нейтральной фигурой. Во всяком случае, он не был замешан в каких-то там грандиозных скандалах и махинациях. Вот он является сейчас исполняющим обязанности генерального примара. Это устраивает всех, во всяком случае, нынешний состав муниципального совета. И он будет исполнять свою обязанность ровно до выборов, пока не будет избран генеральный примар Кишинева на основании воли Кишиневца. Следующее. Такие скандалы, как махинации, как с Гугуцей, Дом культуры профсоюзов, это же отражение того, что творилось на республиканском уровне. Продажи кафе Гугуца, они продавались по одному контракту, и Дом культуры профсоюзов. Это фактически легализованная взятка, входной билет немецкого гиганта, для того, чтобы войти на рынок республики Молдовы. И после этого мы видим, как этому гиганту согласовываются определенные документы на размещение в центральной части Рашкановки. Представляете себе, сотни фур ежедневно будут заезжать в этот гипермаркет, который будет значительно больше, чем метро. Это знаменитая сеть, я не против этой сети. Пожалуйста, ребята, размещайтесь так, где удобная транспортная развязка, где будет усложнена жизнь кишиневцев. В этом случае на Киевской, на Олегу Руссу, на Московском проспекте, на Богдан-Воевод возникнет грандиозная пробка. Там сейчас даже вне часов пик, там пробка на Киевской. Если разместить там такой торговый объект, к которому будут заезжать регулярно фуры, это транспортный коллапс. Там можно разместить торговый, ну что-то вроде торгового комплекса, я имею в виду коммерческого комплекса, там как Союз, Молдова, там другие комплексы. Торгово-развлекательный. Да, торгово-развлекательный комплекс. Вот такого рода это и есть назначение такого места, но не как супермаркет-гигант, где необходимо подъехать на автомобили. Это специально создаются условия для этого гиганта, каким образом продавливают администрацию города. Я впервые вижу, когда главный архитектор, бывший главный архитектор города и целый ряд сотрудников Главного управления архитектуры написали, подписав документ. Это значит, что на них оказывалось огромнейшее давление. Тем не менее, выразили рядом особое мнение, что они не согласны с тем, что они подписывают. Вы представляете себе, какая фактура была. И мы видим, как решалась Демократическая партия и их ставленниками все вопросы с помощью уголовных дел, с помощью шантажа, запугивания и так далее. Мы понимаем, что в городе решалось таким же способом. И вот то, что решалось таким же способом, необходимо рассмотреть и аннулировать. Потому что в будущем, к примеру, исправить транспортную ситуацию, возле того же Элата, возле, где собирается строить тоже, уже строится торговый гигант, возле на Киевской, где снесли Дом культуры по Союзам, нам не нужны кружки с рисованием музыки, и нам нужны продажи окорочков иностранных. Понимаете? Там будет усложнена ситуация. И решить эту транспортную ситуацию, если все-таки комплекс будет построен, невозможно. То есть там негде просто строить транспортную развязку, где возле Московского проспекта. Это невозможно. Поэтому мы сейчас будем предпринимать меры. Раз. Более того, наш коллега, депутат Односталков, он писал в Генеральную прокуратуру заявление, сама авторизация на снос Дома культуры и профсоюзов, на здании которого была размещена мозаика, которая внесена постановлением парламента, как охраняемый государством объект, и прямая обязанность охранять этот объект, эту мозаику, являлась бывшим министром управления образования и культуры, госпожа Бабук. Она просто не занималась вот этим. Депутат написал заявление. Это практически преступление. Это преступление. Это невыполнение своих служебных обязанностей. Это повод, чтобы тебя отстранили должных обязанностей и запретили в течение пяти или сколько лет согласно законодательству и привлекли тебя к ответственности. Твое бездействие привлекло к разрушению исторического памятника, художественной ценности. Мы пишем заявление, то есть депутат пишет заявление в Генеральную прокуратуру, Генеральная прокуратура отправляет цена, и бывший директор цена, это верх, знаете, как вверх абсурдности и наглости, когда пишет ответ, мол, вы знаете, авторизация выдана не на снос всего здания, а лишь на часть этого здания. И мы тут же показываем авторизацию на снос всего здания. То есть директор своим ответом, директор Центра по борьбе с коррупцией своим ответом просто нагло наврал депутату, пользуясь тем, что у него такая... Что тоже является, в общем-то, наказуемой. Совершенно верно. Значит, предвзятость, это Центр по борьбе с коррупцией. Вот мы сейчас-то в надежде, что будет скоро, насколько я понимаю, будет конкурс по поводу избрания директора Центра по борьбе с коррупцией. Они объективно, согласно законодательству, изучат, кто же правильно подписал, кто не подписал, и кто не выполнял свои должностные обязательства. В результате чего город потерял такой дом культуры, к сожалению, который был когда-то за копейки приватизированным шором. В этой студии неоднократно звучала фраза мы ждем посадок. Вот действительно ждем посадок людей, которые виновны в том беспределе, в том развале народного хозяйства. Так уже повторюсь, скажу такое словосочетание. Никита, вопрос вам. В этой же студии часто говорили о том, что одна из финансовых подпиток вот этого либерально-демократического криминального спрута, который душит Кишинев, который мешает городу зарабатывать по-настоящему хорошие, настоящие суммы собирать в бюджете, это как раз транспортная мафия, так скажем. То есть те, кто сегодня руководит троллейбусными автомобильными парками или теми, кто руководит управлением автотранспортным управлением в Примарии. И мы с вами говорили о том, что есть одна из идей взять под контроль финансовые потоки, это как раз идея электронного билета. Вот сегодня какова ситуация? Ну, тут не совсем взять под контроль, скажем так, финансовый поток, и никто их взять под контроль, брать под контроль не собирается. Ну, во всяком случае, видеть транспарент, как расходуются средства. Да, мы хотели скорее выйти, скажем так, на белую транспарентную площадку, где и троллейбусный, автобусный парк, и управление транспортом, и Примария будут видеть, как эти деньги бегают. Мы будем видеть реальный пассажиропоток и как, в принципе, реальный доход до муниципального предприятия. Вместо того, чтобы каким-то образом посодействовать, собственно, внедрению этого электронного билета, Selfie Man, он же Руслан Кадряну, выпустил новый ребрендинг, мы так смеясь называли, это нового билета в общественном транспорте, в троллейбусах. То есть они взяли старый дизайн этих билетов и просто сбоку нанесли какой-то там непонятный, то ли штрих, даже это не штрих-код, какой-то набор символов для того, чтобы якобы защитить этот билет от подделок. На самом деле ничего не составляет никакого труда людям, которые раньше печатали эти билеты, которые их подделывали. Это ни для кого не секрет. Были очень много скандала было по поводу того, что подделывают билеты в троллейбусах. И ровно так же нанести этот же набор символов для того, чтобы эти билеты и дальше подделать. Это просто отмывание очередное денег, вкладывание денег в никуда. И вместо того, чтобы сумму на первоначальном этапе 400 тысяч лей вложить для того, чтобы каким-то образом дополнить пакет этого электронного билета для внедрения, они их решили вложить абсолютно в никуда. И сейчас с электронным билетом у нас появились, и у нас, и у наших коллег появилось некоторое количество вопросов по техническому заданию, которое было представлено управлением транспортом. Глава управления транспорта уже в очередной раз подал в отставку, уже другой, там уже за последние 4 месяца уже 2 отставки было. Не будем говорить, есть органы компетентные, которые проверят, насколько эти отставки в связи с чем, скажем так, они были. Вопросов есть много, сейчас это проверяется, мы, как всегда, были, есть и будем поддерживать в первую очередь транспорентность, чтобы все прошло согласно законам, легально, чтобы не было никаких вопросов, как это раньше была история с парковками, все их помнят, как это было много раньше истории, как проводились тендеры. Нам истории такие не нужны, если есть какие-то вопросы, давайте лучше остановим, проверим еще раз законности, легальности технических заданий, всех документов, которые есть, и уже нормально начнем честно по отношению ко всем участникам тендера, этот тендер, собственно, и проводить. Такой вопрос. Наши телезрители и читатели лент в Facebook и подписчики следили за развитием событий, связанных с возобновлением работы по адресу 7.3, если не ошибаюсь. Жители близ стоящих домов обращались к нам, к вам с тревогой, почему вновь стройка возобновилась, когда же, в общем-то, наступит какой-либо порядок в системе застройки. Я знаю, что в парламенте рассматривается законопроект о введении моратория на те или иные строительства, если не ошибаюсь. Вот, если можно, тоже поподробнее, вот будет ли браться муниципальным советом под контроль вот ситуация с застройкой или возведением новых жилых комплексов на территории муниципия? Ну, давайте так возьмем. Изначально, я повторюсь, мы взяли список существующих кадастральных номеров, которые были тем или иным пустем просто разворованы из муниципальных земель, от которых, в принципе, пострадал и сам бюджет муниципи Кишинева. Если говорить про ДИМО 7.3, это, давайте так, одна из паутин, которую нам удалось распутать с начала до конца. Мы узнали, кто первоначально купил эту землю, где купил, и они купили ее легально на аукционе, но они умышленно ее там купили, они знали, что там не будут строить. Потом они взяли, пишут, имея своих людей в премарии, пишут в премарии, что хотят обменять этот участок, обменяли на два других участка, показывая документацию, что первоначальная земля, которая была на Лермонтово, стоит очень дорого. Давайте так, чтобы не говорить про цифры. Поменяли на два участка в два центральных места. Один на Пяцаунирии, три, это возле Флагры, второй на Симодруб-3, центр Рыжкановки. Видите, центр Буякан, центр Рыжкановки. Начали сначала строить на Пяцаунирии, мы там приостановили. Сейчас они начали на 7, Диму, 7, дроп-3. Мы приостановили еще в ноябре месяце. Более того, зная то, что нам важны для муниципалитета экономические агенты, поскольку с ними нужно сотрудничать, это рабочие места, это вложение и в капитал в муниципе Кишинев. Мы им пошли на уступки и дали определенное время в 3 месяца, чтобы они нашли другой участок, поменяли и у нас не было конфликтов с жильцами. Они целесообразно не шли на контакт с премарией, чтобы поменять этот участок, начали опять строить. Мы сделали уже комиссию, где вызвали каждого, практически каждого за руку привезли в этот зал, где взяли экономического агента, дирекции архитектуры, юриста с премарией и нескольких муниципальных советников с разных фракций. Плюс жильцы, где нам экономический агент обещал, что он не будет строить до того, пока Миссуд не выскажется, либо мы в муниципальном совете не примем решение, которое бы устроило всех. они нам обещают, через три дня тоже они начинают опять же строить. Они, так скажем, недобросовестные строители. Это мое личное мнение, так чтобы не было потом по-другому это показано в свете, ихнем свете. Опять вызвали дирекцию архитектуры, где мы дали четкие ясные сроки, одну неделю, чтобы им дали участки. Им были предложены три участка, которые они более недели, так скажем, анализировали и в это время даже не входили в контакт с дирекцией архитектуры. Потом опять они опять хотят строить. Значит, для того, чтобы предотвратить такие, так скажем, события, после которых мы все страдаем, мы предложили, чтобы именно такие экономические агенты, которые занимаются такой деятельностью, были включены, так скажем, в определенный черный список недобросовестных. Давайте не будем пугать их словом черный, сделаем серый. Это не список, но во всем мире он есть. Если экономический агент не уважает людей той местности, где они работают, значит, они там не должны работать. Это будет целесообразное. у нас так получилось, что определенный клан из строительных компаний, которые были связаны с Демпартией, я не буду называть компанией, почему-то строили по всему городу. А добросовестные строители все это время несли убытки и не могли нигде строиться. Либо им не давались участки, либо им не давались определенные документации. Если есть возможность, чтобы у нас были добросовестные строители, чтобы у нас была здоровая конкуренция на рынке строительства, от этого выиграют все. Муниципалитет выиграет новые дома с инфраструктурой, люди выиграют в цене, это не будет так дорого, и сами экономические агенты выиграют в том, что у них будет постоянная работа, и к этому нужно стремиться. К чему стремиться нашему городу к процветанию, порядку, порядочности работы, как общественного транспорта, так и муниципальных предприятий. Вопрос такого рода. Я знаю, Никита буквально не так давно вернулся из Москвы, где я принимал участие в урбанистическом форуме. Что удалось подсмотреть, какие идеи сегодня витают в умах людей, ответственных за то, каким будет тот или иной город в 21 веке. Это у нас в прошлом году мы с коллегами ездили на форум в этом году. Так получилось, что только увы и ах, только мне удалось некоторое время этого форума с ограниченным количеством времени посетить. я могу сказать вам, как каждый год буквально после посещения подобных форумов в голове выстраивается одна мысль, что при большом желании можно сделать все. Нет каких-то ограничений. Здесь вопрос даже не в огромных суммах денег, которые требуют на реализацию проекта. Достаточно начать с того, что городом должен убрать человек, который понимает, как должен работать город. городом должны заниматься люди, которые, во-первых, профессионалы, во-вторых, имеют четкое понимание в области, в которой они крутятся и список можно продолжать. В этом году лейкмотивом всего форума была экология. То, что сейчас очень важно последние лет 20-30 человечество производило очень много различных инноваций, скажем так, очень много различных заводов строилось по переработке, потом уже там, не знаю, пластика, металла и так далее. Но никто... Заводы по переработке того, что переработают. Да, сейчас надо задумываться, города думают, вернее, жители мегаполисов начинают задыхаться от того количества, ну, то есть, не мне вам рассказывать, количество автомобилей, это мы видим и в Кишиневе, хотя не являемся как бы до Юрии, и я думаю, и до факта мегаполисом, к сожалению. Но машин становится больше, людей становится больше, различных производств также становится больше и город, получается, становится окольцован какими-то заводами, которые ухудшают нашу экологию. И сейчас было очень много различных предложений о том, как разгружать, например, город от автомобилей частных, как пересаживать людей на общественный транспорт, как приводить, скажем так, в чувство облик города, насколько важны арт-объекты, которые связаны с озеленением городов, как важно сейчас делать маленькие парковые зоны и в дальнейшем как это сыграет в облике города. То есть все какие-то небольшие моменты, опять же говорю, которые не требуют большого вложения денег. Это не знаменитый ковер за 2 миллиона лей, который через 3 дня эти цветы практически все погибли. Мы говорим сейчас о каких-то вещах, которые действительно городу стоит, для бюджета города не будет стоить примерно ничего. То есть не нужно никаких дополнительных инвестиций для того, чтобы заняться? Есть куча возможностей, например, я знаю как минимум четверых-пятерых экономических агентов, которым действительно важно, как выглядит их город. И они очень много раз приходили в премарию, разговаривали с исполнительной властью, они просили, там есть знакомый парень, который обращался к компании, обращалась в премарию официальным письмом о том, чтобы они хотели привести в порядок, то есть на въезде со стороны Рыжкановки есть большая табличка Кишинев, и они хотели снять что-то, то есть ее покрасить, каким-то образом ее, ну то есть сделать чуть ярче. Была компания, которая у них, они снимали помещение, у них часть здания, ну то есть стена была голая, они хотели ее раскрасить. И тоже на это все давали нет, ну то есть давали отказ. Почему давали отказ? Для меня большая загадка. Это при марии, то есть и городу, ну то есть это вообще не вложение, вам дают это бесплатно, просто скажите, что это можно, утвердите, сядьте с людьми, поговорите. Я уверен, что в городе есть огромное количество людей, которые готовы за свой счет делать этот город лучше, делать его ярче. Посмотрите на Кишинев, он к сожалению, большому нашему сожалению, он яркий летом, ну то есть весной, летом, чуть-чуть осенью. На весь зимний период город превращается в какую-то одну большую серую массу, много, много грязи, много снега и люди ходят из этого смурные. То есть мы можем добавлять яркие краски вместе с жителями и опять же это, я думаю, пойдет только в плюс нашему городу. Плюс ко всему, то есть опять же здесь можно говорить о прекрасных наших парковках, которые непродуманные опять же Руслан Кадриану наставили этих столбиков, кучу денег на них потратили и все равно люди паркуются, деньги потрачены, люди паркуются, проблема не решена и низкого качества эти столбики женщины не могут там в некоторых моментах пройти нормально с колясками, потому что они очень узко поставлены, в других местах они широко, что машина может проехать. Я назову это одним всем словом, это тотальная глупость, которая я не говорю сейчас не только за столбики, я говорю вообще про все время, то что вот эти чудесные проекты Руслана Кадриану, то есть было два момента, либо он брал чужие проекты и выставлял их за свои, либо он выдумывал какую-то ерунду, как бы, знаете, как лучше получилось, как всегда. Вот это случай Руслана Кадриану, что идея вроде бы неплохая, но сделана через одно место, как у нас это традиционно было в Примарии всегда. Вот это надо менять, и я думаю, что у нас есть все шансы для того, чтобы вместе с городом доказать горожанам, что в Примарии муниципальные советники это те люди, которые действительно могут влиять на развитие города в лучшую сторону. Знаете, если вы видели одна из идей, которым занимался бывший исполняющий обязанностей Примара, это попытка переработки шин. То есть было помпезно объявлено о определении площадки, куда будут собираться все это действительно большая проблема, потому что у нас более 200 тысяч пар, более 200 тысяч скатов пояснейшей базе ежегодно привозится, огромное количество автомобилей. У нас был шейный завод по переработке шин в Кишине и на Ботанике на сколько-то сельское время, при том количестве еще транспорта было необходимым. Они сначала определили место, потом выяснили, что для этого необходима экологическая экспертиза, куда складировать, потому что это тоже временный склад, это временная мусорка. Мы предложили более реальное и разумное решение, но, к сожалению, чтобы это решение протолкнуть, нужно было пинать ногами управление, пинать ногами предприятие. Вот мы подготовили следующий проект решения, мы поручили аутособиритати, специализированное предприятие по утилизации мусора, вывозу мусора и захоронения, предоставить нам, они компетентны в этом, предоставить нам технико-экономическое обоснование. Мы можем, мы, муниципи, на базе муниципального предприятия перерабатывать эти шины раз, из этих шин производить напольное прокрытие, то, что делается во всем мире для детских площадок. Мы их поставили, 180 штук поставили в городе вот за два года. Паркные зоны. И все, вот родители говорят, ребята, можно резиновое покрытие поставить? Оно дорого стоит, если его привозить. А мы можем его сами производить. Мы в парках можем ставить, в стадионах, в школах, в детских садах. Город нуждается в этом. Почему не сделать? И оборудование, кстати, не так дорого стоит. То есть мы из бюджета могли бы поручить предприятию, купить предприятие, также обладать собственными деньгами. Перерабатывать эти шины и производить из них полезный продукт для города, резиновое покрытие. Следующее, вот эти пластмассовые бутылки, которые не гниют, они там тысячу лет, или сколько им надо, чтобы прогнить. Во всем мире, в нормальном развитом мире из них производят огромное количество изделий, начиная от бордюров для газонов, тротуарной плитки в парках, скамеек, вазонов. То есть огромное количество различных изделий, которые можно производить, перерабатывать пластик. Обыкновенный пластик. Почему мы не можем у себя на базе муниципального предприятия это делать? Тем самым мы, во-первых, решаем проблему утилизации мусора, облагораживаем свой город, но самое главное, мы снижаем расходы по вывозу этого мусора в Ценцарены. И нам на свалке Ценцарен хватит не на 15 лет, как осталось еще, а допустим, там значительно больше. Но это нужно грамотный подход, это нужно любить свой город, а не так, сфотографировал шины, давайте мы решим, потом выяснять, что целая огромная проблема. Надо комплексно решать. Вот комплексно они не хотели. Вот чтобы комплексно решить, с вашего позволения, вернусь к вопросам незаконного строительства, я встречался вместе с моим коллегой, депутатом, с Владимиром Болей, представителем блока ЛАКУМ, автором законопроекта о моратории, который на шумевшем моратории. Многие напряглись. Да, многие напряглись, может быть, нужна была такая провокация, скажем так. Мы считаем не совсем крекным, то есть у всех под гребенкой накладывать такого рода мораторий. Это не совсем правильно, потому что строительная отрасль – это огромная отрасль. Это раз. Ну, во-вторых, политически это давать сейчас дивиденды демократам, показывать, что социалисты и кумовцы хотят запретить полностью строительную отрасль. Это глупо. Вот такое, такие козыря давать. Мы предложили следующее. Вот, уважаемые кишиневцы, все, кто имеет отношение к строительству, 26-27 июля, мы сейчас вот на днях объявим об этом, мы проводим публичные слушания, куда приглашаем строителей, проектантов, госстроинспекцию, представителей примарии, главного управления архитектуры, Кишинев, проекта, всех специалистов в области строительства по определению тех законодательных норм, которые необходимо внести в законы, и мы потом передадим эти законодательные нормы нашим коллегам из партии социалистов, из правящего большинства, из другой, из блока, кумиями в виду, для того, чтобы они рассмотрели и приняли. Задача одна, уважаемые строители, первое, нужно уважать законодательство, задача, самое главное, создать ровные правила, равные правила для всех, для всех, абсолютно, и в интересах горожан. Когда застройщики, во многом застройщики, да, кто-то использовал демократическую партию для лоббирования личных интересов, а где-то демократическая партия использовала застройщик для личного обогащения, и выкручиваем руки, и так далее. Мы знаем такое большое количество случаев. Надо создать равные правила для всех, для того, чтобы уважали первый закон, второй регламент иммуниципи Кишинева, но самое главное, уважали интересы кишиневцев. Тогда и кишиневцы будут довольны застройщиками, и застройщики будут получать прибыль и обеспечивать рабочие места для кишиневцев. Ну, мне, как кишиневцу, хотелось бы, например, внести свою лепту, вот в это еще 26 число не наступило, но у меня есть предложение. Мне кажется, сейчас надо думать в полном объеме. Ведь вы народные избранники, пусть местного уровня, но тем не менее вы проводники воли кишиневцев на уровне местного руководства. И когда решается вопрос, как же нам созвать муниципальный совет, исполняющий обязанность, не сам мэр еще, а просто исполняющий обязанности должен какую-то визу поставить на этот счет. Хотя наоборот, здесь, кажется, должно быть доминанта законодателя. Мы собрались, мы устанавливаем вот таким, горожане нам доверили, а насколько мы выполнили их волю вот спустя какой-то срок на очередных выборах, они снова подтвердят наш мандат, либо наоборот передадут его другим, более или менее, ну, в общем-то, другим гражданам. Но это было бы правильно, потому что иначе сегодняшний муниципальный совет, мне кажется, какая-то власть перевернутая. Или наоборот, это как раз тот момент, который используется для того, чтобы не было власти. Если вы позволите, в 2016 году у нас был такой проект, где мы предлагали, чтобы муниципальный совет был как отдельные органы, так чтобы было, к примеру, как парламент, а муниципальный совет как правительство. Муниципальный совет, они бы были два органа, которые между собой общались. И то, что предлагает муниципальный совет, это идет первостепенным. Обязательно к исполнению. Уже они должны второстепенно это исполнять. Но это не исключает то, что определенные предложения идут от исполняющих обязанных, к примеру, инициатива снизу. Оно должно быть. К сожалению, мы не могли понять, в тот момент, даже сам Руслан Кудриан, он еще был муниципальным советником, он это поддерживал, когда он уже, так скажем, сам себя назначил как примаром, он почему-то резко от этой идеи отказался. Потом мы поняли, почему он отказался, ему не нужно, чтобы ему, мы показывали, мы его коллеги показывали, как нужно что-то менять. Ему было достаточно слова Демпартии, он продвигал именно своих, так скажем, единомышленников и мы же знаем, сколько дирекций у нас были, просто специалисты были уволены для того, чтобы, потому что они не соглашались с определенными интересами Руслана Кудриана, потому что они были непрофессиональными. Вот в вашей реплике есть ответ, ведь смотрите, существовала политическая организация, которая управляла всем этим, а муниципальный совет или любые другие структуры существовали для того, чтобы показать, ну видите, у нас демократия, у нас же есть это все, но тем не менее, для того, чтобы она работала, должны быть, ну не знаю, возвращены либо снова наращены полномочия. Полномочия заключается в следующем, если раньше у муниципального совета был постоянный председатель муниципального совета, раз, был аппарат муниципального совета, то сейчас у нас муниципальных советников нет юристов, нет собственных юристов, есть юристы премарии исполнительной части, то есть мы муниципальный совет являемся, грубо говоря, парламентом, а премария является правительством. Так вот у правительства есть юристы, Но когда у нас конфликт между муниципальным советом и самой примарией, исполнительной частью, то мы вынуждены пользоваться юристами исполнительной части, которые подчиняются примару. То есть у нас конфликт интересов. Соответственно, юрист выполняет не нашу волю, он выполняет волю примара. И когда какой-то проект решения обжаловаться, они точно так же. Или авторизация. Мы, к примеру, пытаемся аннулировать авторизацию, отложить или убрать право аренды на какой-то земельный участок. Примария, наоборот, подает в суд об обжаловании или защищает застройщика, потому что они считают, что неправильно выдали авторизацию. Конфликт интересов. У нас нет собственного аппарата. Мы об этом думаем. И мы говорили следующее. Когда был принят закон об особом статусе муниципи Кишинева в 2017 году, в начале 2017, это было специально сделано товарищем ГИМПУ для того, чтобы господину Киртаки увеличить полномочия. Но после этого этим законом об особом статусе муниципи Кишинева пользуются господину. Сначала господин Сильвер, потом господин Кадриан. Это, естественно, нужно реформировать в сторону децентрализации и усиления деятельности муниципального совета и их полномочия. Но при всем при этом, продолжая мысль Александра о том, что мы находились все эти годы в оппозиции, и мы все равно сделали огромное количество проектов, которые горожане видели. И мы показали, что, во-первых, муниципальному совету, во-вторых, вот тем людям, которые менялись, то есть вот глупость оставалась, просто люди менялись, буквы другие были. И пол, наверное. Мы показали, что можно работать, будучи в оппозиции, можно делать очень важные и нужные проекты для города. Тут я говорю про детские площадки, про спортивные площадки, про установку скамеек, облагораживание дворовых и преддомовых территорий. Как писаться на тепло, электронергию, по детским садам. У нас у всех не хватит пальцев на руках, для того, чтобы просто перечислить то, что мы делаем. Мы действительно старались больше уходить в то, что встречает каждого кишиневца ежедневно, когда он выходит из подъезда, идет на улицу, что он в первую очередь видит. Когда он приходит домой, когда он берет фактуры, что он видит. То есть мы в любой, скажем так, битве между муниципальным советом и горожанами, мы всегда были на стороне жителей. И я думаю, что здесь никто не будет сомневаться в том, что мы когда-то сторонились людей и мы когда-то им не помогали. Даже если у нас это не всегда, скажем так, с первого раза получалось, потому что есть разные ситуации. Мы были абсолютно в различных ситуациях, когда была демократическая партия правящей и делали, ну то есть тут уже коллеги говорили много раз по поводу беспредела, который творился не только с незаконными стройками, а который был в принципе везде то, что нас окружало. И в этих ситуациях мы пытались что-то делать и помогали людям. То есть я к чему веду мысль, что работать можно, работать можно при любых условиях. А в тех условиях, когда тут может все измениться в Кишиневе, оно должно измениться. Возможности вырастают в разы. Да, мы наигрались как с жителями города, мне кажется, мы с 2007 года уже поиграли во все. Знаете, как есть игры в кассетах, когда там 9999 игр. Вот эти все 9999 игр мы уже прошли, они одинаковые. Город не развивался все эти годы, к сожалению. Нам нужен толковый человек во главе города, для того, чтобы он показал, что Кишинев действительно столица. Вот все. Хочу добавить вот что, уже в заключении, наверное. Ведь более 10 лет мы наблюдаем за тем, что происходит в Примарии. Вот эта смена руководства при определенном долгожительстве либералов и демократический беспредел. Вот некоторые цифры. Смотрите, в 1944 году освободили Кишинев от фашистских захватчиков. В 1954 году была застроена вся Рыжкановка. Еще 10 лет была построена вся Ботаника. И при этом были построены все городские предприятия. Понимаете? А у нас за 10 лет непонятно, что построено. К сожалению, у нас последние эти 10 лет не защищались интересы горожан, а интересы определенных экономических кланов. К сожалению, никто не ставил первоначально развитие столицы и самой страны. Генеральный план, как само понятие, исчезло, размылось. Сам этот генеральный план более трех лет постоянно мы выбивали практически его. Но несмотря на то, что для того, чтобы разработать, нам нужно не более 8 месяцев. Это даже международные эксперты. Сам Кадриану когда-то говорил, нам нужен генеральный план. Он вместе с Сильвераду, если взять, был год и 6 месяцев. Он мог практически два раза это генеральный план сделать. Не захотелось. Почему? Потому что нужно было лоббировать чьи-то интересы. Сейчас, я думаю, будет возможность, и оно уже есть, и в течение даже, вот до выборов, я думаю, мы сможем кое-что уже показать и внедрить. И это будет, я так думаю, поддержано даже обществом. Мы должны избавиться от разногласий даже между экономическими агентами. Вот мы хотим, коллега сказал, 26-го, либо 27-го, сделать этот форум. Где всех экономических агентов поставим за одним столом с нами, с жителями, с представителями даже разных партий из парламента. Чтобы все эти разногласия в один момент, так скажем, потушить и начать работу без того, чтобы каждый раз задевать кого-то. В муниципе Кишинево есть на данный момент место для развития каждого в отдельности. Давайте это делать, а не ссориться. Дай Бог вам удачи. Мы, в свою очередь, вас поддержим, как медийное предприятие, но и предлагаем дальше вместе строить современную городскую среду. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был представитель фракции партии социалистов в муниципальном совете Диналий Кожакар, его заместитель Александр Одинцов и муниципальный советник Никита Цуркан. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Субтитры создавал DimaTorzok